В эфире новости к этому часу в студии Ольга Гадилико. Здравствуйте! И далее главные темы выпуска. Компенсации за газ, положенные за ноябрь, обещают посчитать в декабре, а выплатить в январе следующего года. Об этом заявил глава Молдова ГАЗ. Новый кодекс о выборах был утвержден сегодня в окончательном чтении. Правда, проголосовали за законопроекты депутата только одной фракции ПДС. Александр Стояногло потребовал отставки министра юстиции Сергея Литвиненко, обвиняя его в причастности к своему отстранению должности генерального прокурора. Густую туман накрыл большую часть территории нашей страны. Полиция призывает быть предельно осторожными на дорогах всех участников дорожного движения. Сегодня были утверждены новые тарифы на электроэнергию. Национальное агентство по регулированию в энергетике получило запрос от компании «Премьер Энерджи» и «Фейнорд». Таким образом, с сегодняшнего дня тариф на свет будут считать по сниженной цене. На сегодняшнем заседании НРЭ утвердило снижение тарифа на электроэнергию для потребителей. Так, агентство утвердило новые тарифы для потребителей «Премьер Энерджи» в составе 4 лея 62 бана за киловатт-час, а для потребителей компании «Фейнорд» в составе 4 лея 65 банов за киловатт-час. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в мониторе «Лофичао». Напомним, что ранее, сразу после подписания договора о поставках электроэнергии с «Молтгресс», вице-премьер Андрей Спыну заявлял, что на сегодняшний день можно говорить о снижении тарифа на электроэнергию минимум на 25%, что может означать, что у нас будет тариф около 4 леев. В последний раз НРЭ меняла тарифы на электроэнергию 30 ноября. Глава «Молдова ГАЗ» Вадим Чибан предлагает потребителям оплатить сумму, указанную в счетах за ноябрь, уточнив, что после проведенного перерасчета компенсации будут включены в фактуры за декабрь, которые будут направлены потребителям в начале января следующего года. Вадим Чибан в своем телеграм-канале сообщил, что процесс расчета и рассылки платежных витанций за природный газ, потребленный в ноябре текущего года, завершился, уточнив, что отмечены случаи, когда уровень социальной уязвимости части потребителей, указанный в данных платежных документах, отличается от установленного правительством статуса посредством платформы компенсации.гов.мд. В сложившейся ситуации АО «Молдова ГАЗ» предлагает потребителям оплатить суммы, указанные в счетах фактурах за ноябрь, а выявленные на протяжении следующих дней, недель, финансовые разночтения будут учтены в качестве авансового платежа, после чего перерасчет будет включен в фактуры за декабрь, которые будут направлены потребителям в начале января. Руководство компании сообщает, что в случае возникновения дополнительных вопросов, потребитель может позвонить в колл-центр «Молдова ГАЗ» по единому номеру 1304 или обратиться в центр по работе с потребителями, расположенный по адресу Кишинев, Пушкина, 64, а также в региональные филиалы компании. В следующий понедельник парламенту предстоит рассмотреть принятый накануне правительством проект бюджета на 2023 год в первом чтении. Между тем, экономические эксперты и политологи дают первые оценки главному финансовому документу страны. Одни считают, что проект был принят в спешке, с ним не ознакомились даже министры, что является нарушением закона. Другие высказывают опасения по поводу роста дефицита бюджета и отсутствия средств в казне на индексацию пенсии с учетом роста инфляции. Подробности в материале Ольги Дзятковской. Экономический эксперт Георгий Костандаки в комментарии для первого в Молдове заявил, что проект бюджета на следующий год должен был быть опубликован и представлен на обсуждение еще 1 июля. Он был опубликован вчера на сайте Министерства финансов и с объявлением, что дается на обсуждение общественности 3 часа, то есть 4 часа, ровно до 15 часов. Это нарушение полностью, прямое нарушение законодательства. Это абсолютно политический бюджет. Он также возмутился тем, что на фоне тотальной экономии в условиях экономического и энергетического кризиса в проекте бюджета 2023 правительство запланировало повышение зарплат министрам и госслужащим высшего звена, а пенсионерам отказывают в индексации пенсии с учетом роста инфляции, как того требует закон о пенсиях. В бюджет социального страхования входит фонд пенсии. Они за счет, по закону пенсионного закона, они обязаны, они не просто так можно, да, нет, плюс, они обязаны были индексировать пенсии этих пенсионеров 1 апреля на 32,5%. Они повысили только на 14,1%. Они уменьшили бюджет пенсионного фонда для того, чтобы забрать деньги, повысить зарплату министрам и государственным деятелям. Они повысили заработную плату на 7 тысяч, на 35 с чем-то процентов министров и высшей государственной команды на 7 тысяч. Вы представляете себя, каждому. А учителям, простым учителям, которые умирают с голода и воспитывают наше будущее, повысили только на 200, на 300 людей. Говоря об инфляции, которую власти прогнозируют в 2023 году на уровне 15,7%, Георгий Костадаки заявил, что по всем макроэкономическим показателям такую инфляцию мы можем ожидать не ранее 2024 года. А вот по мнению экс-вице-премьера Молдовы Александра Муравского, снижение инфляции можно ожидать при одном из основных условий. Если удастся правительству продлить договор с кучерганами на январь-февраль-март месяц на дневный период по электроэнергии и в дальнейшем наладить нормальные отношения с тем, что все время, так сказать, основным поставщиком электроэнергии будут кучерганы, тогда можно рассчитывать на достаточно хорошие возможности в снижении инфляции за счет снижения тарифов на электроэнергии. При том, что ситуация с дефицитом бюджета сложная, в проекте этот показатель прогнозируется на уровне более 18 миллиардов леев, и он превышает норму в два раза, достигнув 6% от ВВП, Александр Муравский считает, что данный показатель пока не критический. Другой вопрос – как власти намерены компенсировать недостаток средств. Покрытие его, вот тут действительно вся надежда на помощь, и надо сказать, что нынешнее правительство, оно пока может на это рассчитывать. На внутреннем рынке заем, он достаточно уже проблематичен, потому что те заемы, которые сделало правительство коммерческих банков, были сделаны под такие проценты, что практически то, что будет заниматься на внутреннем рынке сейчас, будет уходить на оплату предыдущих обязательств коммерческим банкам. Экс-вице-премьер скептически отнесся и к росту ВВП в 2023 году, который Минфин и Минэкономики прогнозируют согласно проекту бюджета на уровне 2%. Посмотрим 2% это по отношению к этому году, а и учитывая то, что в этом году у нас, скорее всего, мы выйдем до конца года в минус, то практически в следующий год предполагается покроет потери, то есть реального роста у нас не будет. В комментарии нашему телеканалу политолог Анатол Цирану выразил мнение, что несмотря на то, что на ознакомление с проектом бюджета у общественности было всего несколько часов, у парламента будет достаточно времени, чтобы детально изучить и обсудить документ. Бюджет еще не опробирован, он должен пройти через парламент, и там достаточно времени для того, чтобы все парламентские партии с ним ознакомились, в том числе и широкое общественное, все высказали свое мнение. Напомним, проект бюджета на 2023 год, утвержденный правительством, предусматривает доходы в размере почти 65 миллиардов лев, а расходы на уровне 83 миллиардов 200 миллионов лев. Дефицит превысит 18,3 миллиарда лев или 6% от ВВП. Поступления в виде грантов составят 5,5 миллиардов лев или 8,5% от общих доходов. Остальной дефицит власти намерены покрывать за счет внутренних и внешних заимствований. Как заявил ранее министр финансов Дмитрий Будянский, в Молдове предстоит довольно сложный год с экономической точки зрения. Средняя инфляция прогнозируется на уровне 15,7%, при этом рост экспорта составит всего 1,4%, а импорта 3,2%, что свидетельствует о замедлении экономической активности. При этом чиновник подчеркнул, что зарплаты бюджетников будут увеличены на 1300 лев. По словам главы Минфина, цитата, эту меру приняли в первую очередь, чтобы защитить работников с низкой зарплатой. Если бы мы повысили зарплату в зависимости от базовой ставки, то для тех людей, которые зарабатывают 4000 лев, повышение было бы крошечным. А для тех, кто получает высокую зарплату, увеличение было бы пропорционально выше. Поэтому решено было дать эту прибавку всем в одинаковом фиксированном размере. Конец цитаты. Также, согласно проекту, рост средней заработной платы в экономике составит 13,8%. При этом минимальная заработная плата в бюджетном секторе будет повышена на 500 лев с 3500 лев до 4000 лев. Депутат Илон Шор обсудил механизм возобновления экспорта с молдавскими аграриями. В Аргеев на встречу с председателем партии Шор прибыли представители около 40 компаний. Помимо экспортных возможностей обсуждалась поддержка, которую команда Илона Шора может и в дальнейшем предлагать фермерам. На встречу с молдавскими аграриями Илон Шор заявил о необходимости создания равных экспортных условий для всех компаний нашей страны. Депутат также говорил о важности недопущения схем монополизации экспорта и реэкспорта. Кроме того, лидер партии Шор считает важным налаживание прямых контактов между молдавскими и российскими компаниями. Сегодня я вам делаю контакт с руководителем закупок торговой сети «Магнит». Я думаю, что вы слышали это. Их объемы позволяют вообще скупить все, что производит молдавскими мутаром. И они, в принципе, готовы рассмотреть такую идею. В случае, если будут другие вопросы, где нужна наша помощь для нас в подключении, я готов к этому вопросу подключить. По словам Илона Шора, крайне важно обеспечить нашим аграриям доступ к рынкам сбыта, которые принесут фермерам стабильный доход. К заседанию подключилась и представитель российской торговой сети «Магнит». У нас 20 с лишним тысяч магазинов, которые работают практически по всем регионам. И на юге, и в центральной части, и в обеих столицах Российской Федерации, а также в Сибири и на востоке. Наши магазины обслуживают более 40 миллионов покупателей. И основной наш акцент – доступные продукции хорошего качества. На сегодняшний момент наша компания очень заинтересована в развитии коопераций и, в частности, в активном взаимодействии с производителями из Молдавии. Предоставленные экспортные возможности молдавские аграрии приветствуют. Говорят, их продукция простаивает без российского рынка. И вообще для всех людей, которые работают в сельском хозяйстве и сегодня столкнулись с трудностями, с экспортом, с отправкой, такие возможности, то, что в эту неделю произошли, и чуть ранее произошли. Сначала 7 компаний открыло, потом еще 20, еще 20. И вот я сегодня стал свидетелем, что на этом не закончится. Еще будут открываться компании. То есть это говорит о том, что на самом деле мы благодарны, что нас услышали. Очень много продукции качественной в Молдавии есть. И хотелось бы, чтобы она попала на полки. Если эта возможность откроется действительно, то весь молдавский народ и бизнес сохранится, и эта отрасль будет жить. А если его не будет, ее не будет, как в соседних европейских странах, на примере. Пусть посмотрят вокруг. В Молдавском Минсельхозе ранее приветствовали решение о возобновлении экспорта в Россию. Что касается решения о возобновлении экспорта Молдавской агропромышленной продукции, оно благоприятное. Правда, нас не спросили, никогда принималось решение о запрете импорта из Молдовы, ни сейчас, когда этот импорт хотят возобновить. Тем не менее, с точки зрения Минсельхоза, это хорошо, когда нашим производителям и экспортерам доступно больше рынков сбыта. Напомним, по итогам переговоров между лидером партии Шор Илоном Шором и председателем Комитета по международным делам Государственной Думы России Леонидом Слуцким, Российская Федерация решила разрешить ввоз фитосанитарной продукции для фермеров из всех районов Республики Молдова. Первоначально ограничения были сняты только для аркиевских сельхозпроизводителей. К другим новостям. Сегодня депутаты парламентского большинства приняли в окончательном чтении новый кодекс о выборах. За документ проголосовали 52 депутата все от фракции ПДС. Парламентарии от блока коммунистов и социалистов проголосовали против. Депутаты от фракции партии Шор продолжают бойкотировать заседание законодательного органа страны, заявляя, что считают аморальным участие в имитации большинством ПДС законодательного процесса. Председатель постоянной парламентской комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету депутат от ПДС Олейс Астамати заявила, что некоторым документам, таким, например, как кодексы, необходимо утверждение в третьем окончательном чтении. И добавила, что в случае кодекса о выборах были допущены некоторые редакционные ошибки, поэтому он также нуждается в принятии в окончательном чтении. В рамках процесса постредактирования были установлены некоторые редакционные несоответствия, которые заставляют проголосовать проект в окончательном чтении. Поэтому, чтобы не было никаких недочетов, мы предлагаем проголосовать за этот законопроект в окончательном чтении с приложением к нему отредактированного варианта. Несмотря на то, что депутаты от оппозиции ранее критиковали проект кодекса о выборах, так же, как его критиковали и многие непарламентские партии, спикер Игорь Гросу поблагодарил за работу всех, кто участвовал в разработке нового кодекса о выборах. «Уважаемые коллеги, поздравляю Центральную избирательную комиссию, всё сообщество и всех выбранных функционеров, которые трудились над созданием этого важного документа. Знаю, что всё только начинается. Вам предстоит процесс по разработке рекламентов, нормативных актов, чтобы до мая у нас был подготовлен весь инструментарий». Стоит отметить, что главные изменения в новом кодексе о выборах заключаются в том, что избирательные бюллетени будут оформляться исключительно на государственном языке. По новым правилам, местные избирательные комиссии будут вправе обратиться в ЦИК с просьбой напечатать дополнительное количество бюллетеней на другом языке. Кроме того, новая редакция кодекса о выборах предполагает, что в случае чрезвычайных ситуаций, таких как пандемия или режим ЧП, в некоторых избирательных округах выборы могут проводиться в течение двух дней – в субботу и в воскресенье. Подобное решение будет приниматься постановлением ЦИК минимум за 25 дней до проведения выборов. Министр юстиции Сергей Литвиненко лично курировал отстранение у должности возбуждения уголовного дела и ареста генерального прокурора Александра Стояногла. Об этом заявил отстраненный генпрокурор на пресс-конференции. Правда, на этот раз он сослался на опубликованную в сеть переписку якобы главы Минюста, которая, по его словам, доказывает причастность Литвиненко. Отстраненный от должности генеральный прокурор Александр Стояногла потребовал отставки министра юстиции Сергея Литвиненко и членов Высшего совета прокуроров, причастных к незаконному отстранению от должности генерального прокурора. Стояногла также подал запрос в генеральную прокуратуру, в котором просит привлечь к ответственности Сергея Литвиненко и некоторых членов Высшего совета прокуроров. В этой переписке Сергей Литвиненко информирует представителей пенитенциарной системы о том, что камера для генерального прокурора уже подготовлена. Министру даже фотографии отправили. Разве до сих пор остались люди, не понимающие, кто стоял за фабрикацией уголовных дел против меня? Александр Стояногла заявил, что в слитой переписке содержится доказательство влияния Литвиненко на прокуроров, членов Высшего совета прокуроров, судей и других, причастных к отстранению генпрокурора, а также на процедуру оценки деятельности Стояногла на посту главного обвинителя страны. Это видно в переписке Сергея Литвиненко от 16 мая 2022 года с рядом членом Высшего совета прокуроров. Здесь говорится, цитата, «Идея заключается в том, чтобы мы одобрили отчет об оценке генпрокурора, но не принимали постановление об отстранении, по крайней мере, пока, и ждали, пока генпрокурор не оспорит. Юстиция отклонит запрос об аннулировании неудовлетворительной оценки генпрокурора, и потом, опять же, через юстицию мы утвердим постановление об его отстранении». Стояногла также заявил, что Литвиненко рассылал конкретные инструкции всем причастным к процессу отстранения генерального прокурора Александра Стояногла. Главная цель всех этих процессов – политическое подчинение генеральной прокуратуры, уверен Стояногла. «Причины две. Первое – действующая власть, во что бы то ни стало, надо было переподчинить себе прокуратуру, что уже сделано, сделано еще год тому назад. И второе, как это ни странно, это должно быть отдельным расследованием, это действующая власть заинтересована в парализации расследования фуртул-миллиардов. Вы обратили внимание, на днях было заявление о том, что фуртул-миллиардов занимаются только два прокурора. При мне занимались 10 прокуроров и 6 офицеров уголовного преследования. При мне каждый месяц дела направлялись по фуртул-миллиардов в суд». Стояногла утверждает, что кампания, развернутая против него, – это месть Майи Санду за обнародование им переписки бывшего главы антикоррупционной прокуратуры Виарела Мараря с некоторыми европейскими дипломатами и представителями МПО. В пресс-службе правительства, комментируя сказанное Стояногла, нам заявили следующее. «Сегодняшние заявления Александра Стояногла не соответствуют действительности. Эти заявления беспочвенны и не подкреплены какими-либо аргументами, которые можно было бы рассматривать». Глава высшего совета прокуроров Анжела Матузок отметила, что в ВСП есть разные мнения касательно заявлений и дела Стояногла. «Хочу отметить, что у меня по делу Стояногла и по оценочному вердикту его деятельности отдельное мнение. Что касается публикации на сайте Молдова-Ликс, высший совет прокуроров уже представлял свое мнение по этому вопросу, которое публиковала на сайте ВСП. Мы также обращались в генпрокуратуру, чтобы узнать, на каком этапе расследования касательно содержимого опубликованной переписки». С министром юстиции Сергеем Литвиненко нам связаться не удалось, но ранее он заявлял, что те, кто взломал его аккаунт в телеграм-канале, опубликовали лишь фрагменты переписки и что многие разговоры вырваны из контекста. Литвиненко утверждает, что ни до, ни после получения мандата министра он не совершал никаких противоправных действий. В пресс-службе администрации президента нам также не ответили, но ранее президент Майя Санду заявляла, что дело генпрокурора Александра Стояногла представляет большой интерес для всего общества и призвала в этой связи относиться к нему с максимальной ответственностью. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила о задержании на молдавско-румынской границе 26-летнего мужчины из Кагула. Молодой человек пытался попасть в страну, переплыв в пруд с партией оружия стоимостью 34 тысячи евро. На допросе мужчина признался, что пытался нелегально везти в Молдову оружие, чтобы продать его на черном рынке. Также он сообщил, что украл это оружие в магазине в Австрии. Далее о других новостях коротко. Расследование дела об упавшей в бричанах ракете могут объединиться с делом о падении ракеты в Наславче. Об этом для Европы Либера рассказал исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Серджио Руссо. Он подчеркнул, что прокурор, который ведет дело, должен решить, рассматривать ли случившиеся как новый эпизод существующего дела или открыть новое. Напомним, прокуратура начала расследование после того, как в октябре этого года воздушное пространство Молдовы пересекли три ракеты. Первый эпизод квалифицировали по статье Уголовного кодекса нарушения правил полетов. Второй эпизод квалифицировали по статье доставка, размещение, приведение в действие или детонирование взрывного устройства. С начала года в налоговой службе зарегистрировано более 19 тысяч договоров аренды жилья. Это на 16,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Как уточнили в налоговой службе, поступления подоходного налога с физических лиц, сдающих недвижимость в аренду, за 11 месяцев текущего года увеличились на 22%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составляют 37 миллионов риев. Молдова получит кредит в размере 100 миллионов евро на ремонт национальных дорог. Члены парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции одобрили консультативное заключение для финансирования между Молдовой и банком для завершения и дальнейшей реализации проекта «Дроки Молдовы-3». Согласно документу, необходимость предоставления кредита в размере 100 миллионов евро возникла в связи с ростом цены на строительные материалы, вызванным существующим в регионе кризисом. Деньги пойдут как на завершение работ, начатых в рамках проекта, так и на ремонт и строительство национальных дорожных сетей. В 2013 году наша страна подписала договор о финансировании с Европейским инвестиционным банком, который предусматривал предоставление кредитов в размере 150 миллионов евро на выполнение проекта «Дороги Молдовы-3». Правительство утвердило новую налогово-бюджетную политику. Так, власти приняли новую ставку в 7% на доходы от процентов по депозитам или акциям. Ставку налога на доходы от процентов повысят на 7%, а не на 12%. Ранее ее хотели увеличить в 4 раза с 3 до 12%, но это предложение раскритиковали как бизнес-ассоциации, так и банки. Отметим, что это нововведение налоговой бюджетной политики коснется вкладчиков банков и владельцев корпоративных ценных бумаг. Власти объясняют эту идею тем, что налогообложение должно быть единообразным и справедливым. По мнению Ассоциации банков Молдовы, увеличение налоговой ставки в 4 раза приведет к дополнительному сокращению объема депозитов на 680 миллионов леев. Кроме того, пострадают пенсионеры, которые вложили в банки больше всего денег. Согласно документу, мера вступит в силу с июля 2023 года. Минфин рассчитывает на поступление в бюджет в 233,5 миллионов леев. Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало новые предельные цены на импортируемые нефтепродукты стандартного типа, вступающие в силу 9 декабря. Так, максимальная стоимость литра бензина с октановым числом 95 потеряет 24 бана и составит 20 релея 78 банов. Максимальная стоимость литра дизельного топлива потеряет 26 банов и составит 20 релея 84 бана. ЧП на железной дороге. Загорелся поезд Кишинев-Ясы. По предварительной информации, поезд стоял на станции в селе Сепатены Каларажского района, когда огонь охватил моторный отсек. С возгоранием боролись два пожарных расчета. В управлении железной дороги говорят, что это была техническая неполадка. Причина и обстоятельства инцидента еще предстоит выяснить. Сегодня в Сепатенах в районе 11 часов загорелся локомотив поезда Кишинев-Ясы-Сокола. Детали возгорания пока неизвестны. Мы проведем расследование и техническую инспекцию в Вонгенах, чтобы понимать причины этого инцидента. Пассажиры были доставлены в Вонгены в кратчайшие сроки. У них будет возможность вернуть деньги за билеты. В загоревшемся поезде находилось 50 человек, из которых 10 ехали в Ясы, а остальные по территории Молдовы. Туман, который держится уже второй день подряд, доставляет хлопоты пешеходам и водителям. Во избежание ДТП полиция обратилась с рекомендациями к участникам дорожного движения. Водителей просят снижать скорость и избегать выхода на обгон. Пешеходов призывают переходить улицу с максимальной осторожностью и строго в установленных местах. Волна теплого воздуха, пересекающего нашу страну со стороны Черного моря, привела к образованию тумана по всей территории Молдовы. Сегодня видимость на дорогах не превышала 500 метров. В связи с этим национальный инспектор от полиции обратился к гражданам с предупреждением. На севере и в центре страны, в том числе и в Кишиневе, движение осуществляется в условиях густого тумана, которое снижает видимость на дорогах. Поэтому рекомендуем водителям использовать основные фары совместно с противотуманами, увеличить дистанцию от впереди идущего автомобиля, сбавьте скорость и не совершайте обгон, не убедившись в его безопасности. Если вы пешеход, двигайтесь по тротуару и будьте очень осторожны, когда собираетесь перейти улицу. Носите светлую одежду со светоотражающими элементами. По словам метеоролога, в ближайшие дни туман сохранится. Напомним, что желтый уровень метеоопасности в связи с туманом объявляется, когда видимость на дорогах не превышает 200 метров. Совет министра внутренних дел и юстиции стран Европейского Союза вновь отказал Румынии и Болгарии в присоединении к Шенгенской зоне. Напомним, соседняя страна ждала вступления в Шенген 11 лет и пользовалась поддержкой 26 стран-членов ЕС. Однако Австрии удалось заблокировать положительное решение в Совете юстиции и внутренних дел ЕС, поскольку для вступления в Шенген требуется единогласие. Далее эфир продолжит рубрика «Зарубежные новости». Газопровод «Сила Сибири» в Китае удалось протянуть до его конечного пункта в Шанхае. Как передает Синь Куа, в китайской корпорации нефтегазовые трубопроводные сети сообщили, что участок восточного маршрута газопровода «Китай-Россия» официально был сдан в эксплуатацию. Его общая протяженная сцена территории Китая составляет более 5000 километров. После ввода в эксплуатацию всего восточного маршрута китайско-российского газопровода объем поставок природного газа из Сибири в три провинции на северо-востоке Китая, регион Пекин, Цзяньзинь, Хэбэй и регион дельты реки Янзы с года в год будет увеличиваться. Ожидается, что к 2025 году объем поставок газа стабилизируется на уровне 38 миллиардов кубометров в год. Британцев ожидает суровая зима. Как сообщает Sky News, метеорологи предупреждают об арктическом циклоне и резком падении температуры. Учитывая рост цен и финансовые трудности, многие не смогут поддерживать комфортную температуру в домах. Специалисты здравоохранения призывают теплее одеваться в помещениях и не забывать про шарфы и шапки. Турция полна решимости устранить все террористические угрозы и опасности у своих границ. Об этом заявила в ходе телефонных переговоров советником президента США по национальной безопасности Джейком Сариваном, главный советник, официальный представитель президента Турции, Ибрагим Калын. Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла, запрещенной в стране рабочей партии Курдистан. На севере Сирии сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует иноземная. В пятницу в Эр-Риаде стартует первый саммит Китая Советсотрудничества Арабских государств Персидского залива. Пекин заинтересован в расширении отношений со странами Ближневосточного региона, где большое влияние традиционно имеют США. Как отмечает издание, общение с китайцами несомненно должно быть более приятным, в то время как США заявляют о намерении укреплять лидерство в регионе, КНР предлагает странам региона найти свой собственный путь развития независимо и автономно. Китай заявляет, что не преследует никаких геополитических интересов на Ближнем Востоке. Немецкая полиция подвела итоги, проведенные накануне масштабные облавы на экстремистскую организацию, планировавшую осуществить госпереворот. В нее входили так называемые граждане Рейха, сторонники движений инакомыслящие и прочие правые радикалы. На данный момент федеральная прокуратура задержала 25 членов граждан Рейха. Среди 52 обвиняемых есть бывшие солдаты элитных подразделений и экс-депутат Бундестага. Сегодня во всем мире отмечается День художника. Праздник был учрежден в 2007 году Международной ассоциацией искусства народов мира. В Молдавской академии искусств почти 40 лет назад был основан факультет, который объединял в себе сразу шесть фундаментальных для Молдова направлений в изобразительном искусстве. О том, как создавался факультет и чему сегодня там учит, в нашем следующем материале. Художественный гобелен, декоративное искусство, графика, дизайн одежды и интерьера. С этих специальностей начинало работу отделения художественных искусств в середине 80-х годов прошлого века. Практически все остальные страны, которые входили в соответственное содружество, имели уже высшее художественное образование, соответствующие структуры, институции и специальности. На тот момент экономика нуждалась в подобных специальностях, которые требовали высшей квалификации. И к моменту открытия факультет готовил специалистов высшей квалификации по шести художественным специальностям. Прежде всего, в области архитектуры это дизайн-интерьер, в области художественного моделирования одежды. Сегодня на факультете изобразительного искусства и дизайна учатся почти 150 студентов. В их числе и те, кто претендует на степень мастера и доктора. Педагоги признаются, что в последние годы творческая молодежь уезжает на учебу за границу. Многие выпускники школ изобразительных искусств, колледжа изобразительных искусств решают учиться за границей. Румыния предлагает множество образовательных предложений в области изобразительного искусства, стипендий и многое другое. Конечно, не потому, что учеба качественнее, а может быть, страны предлагают больше привилегий. Несмотря на это, факультет изобразительного искусства является престижным для студентов, желающих остаться на родине. Возможно, пандемия тоже сыграла свою роль в том, что эти студенты остались в стране. Возможно, имидж факультета, имидж академии тоже привели к тому, что наблюдается определенный прирост студентов в этом году. Графика, дизайн интерьеров, дизайн одежды были самыми востребованными. Но я говорила уже, что в этом году также были востребованы декоративные искусства. На факультете изобразительного искусства придерживаются давней традиции. К каждому студенту ищут персональный подход. Учащиеся занимаются с преподавателем индивидуально, вне зависимости от выбранной специальности. Для каждого студента выбранное им направление свой способ самовыражения. Вместо красок некоторые используют нити и ткань. Это было очень даже случайно. Пришло такое желание, что вот, хочется рисовать. И началось с того, что пошел в художественную школу. После этого уже начался этот путь. Долгий, трудный. Я понял этим, что мне в целом нравится сам материал, как проявляется. И это для нас, и для всего окружения это что-то новое, потому что это необычное. Все привыкли рисовать картины, все привыкли, допустим, на компьютере что-то делать. А сейчас именно в материале это очень... Да, это картина только на ткани. Студенты, претендующие на степень мастера, сегодня полностью погружены в работу. На одну картину у них уходит в среднем 3-4 месяца. Начинают с легких эскизов, дорабатывают их, а затем переносят готовый рисунок в широкий формат. Нам до диплома еще где-то 3 недели. Но тут осталось только деталей сделать, потому что все основные цвета и все основные слои уже сделаны. Но зато, когда ты заканчиваешь эту работу, это очень приятное ощущение. Когда ты что-то начинаешь и доводишь до конца, именно какую-то долгую, интересную работу. Самая трудная работа с деталями. Для идеальной работы важен каждый штрих. Дальше я проработаю, сделаю более проработанные дальние планы, чтобы первые ряды черепов оказались ближе. Потом добавлю бабочки и много деталей, чтобы роем бабочек, стереть эту линию горизонта. Всего факультет изобразительных искусств и дизайна Академии искусств Молдовы закончили около 2000 студентов. И это были все новости к этому часу. В студии была Ольга Годелика. Всем доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин